На этом уроке мы проведем грамматический разбор 35 аят этой суры. Они не услышат там ни пустословия, ни лжи. Не воздействует на окончание глагола, частица с неизменяемым окончанием, суккуном на конце. Ясмауна, я раб этого глагола, такой же как и у глагола и тессалун, который мы подробно разбирали в начале этой суры. И все же скажем, ясмаун это фиалун мудуалин, глагол настоящего будущего времени. Морфуун литаджаррудихи минаннасаби вальджазим. Поставлен в состоянии арраф в изъявительном наклонении, так как этот глагол свободен от амилов, от факторов аннаспа, а также факторов альджазма. То есть его амил это амилум маанавуин, смысловой фактор. У алямата рафии признаком его состояния арраф является субут нуни, авин нун сабитут, наличие нуна, буквы нун на конце. Почему? Потому что этот глагол из числа этих пяти форм. Пяти видов глаголов, у которых признаком состояния арраф является наличие буквы нун. Мы подробно говорили об этом. Аль вау. Вау это дамирин муттасынус, литное местоимение, мобниван аля с сукуни с неизменаемым окончанием с неизменным сукуном на конце. Фи ха. Фи это харфу джарин. Предлог родительного падежа. Мобниван аля с сукуни с неизменаемым окончанием с сукуном на конце. Ха. Это дамирин муттасынус, литное местоимение, мобниван аля с сукуни с неизменаемым окончанием с сукуном на конце. Фи махалли джарин би харфи л джари. На месте падежа аль джар, посредством предлога родителя падежа фи. Валь джарру вал маджруру, то есть харфу джар фи и местоимение аль ха, мутаалликаны бельфи, состоят в смысловой связке с глаголом ясмауном. То есть не услышат они в нем, то есть в раю. Есть еще и другой вариант грамматического разбора, а это то, что аль джарру вал маджруру, то есть фи ха, может рассматриваться как хал, от слитного местомения вау, являющегося фаалом глагола, то есть хал от фаали. В этом случае мы переведем его следующим образом. Они не услышат, будучи в раю, пребывая в раю, находясь в раю. В этом случае аль джарру вал маджруру будет фи махалли аль насбин, на месте падежа аль насб, так как хал должен быть в состоянии аль насб. А если точнее, то аль джарру вал маджруру стоит в смысловой связке с именем, который является хал, то есть обстоятельством образа действия, именем, который поставлен в состоянии аль насб. Лагон это мафуулен бихи, прямое дополнение глагола ясмауна. Не услышит кого что, не услышит пустословия. Мансуб он бил фиали, поставлен глаголом в состоянии аль насб. У аль аматы аль насбихи, признаком его в состоянии аль насб является Аль фатхата з-захирату аля ахирихи, явная фатха над его окончанием. Валакид з-заба. Аль вауи от харфу атфинус, союзная частица, мобниу аля фатфинус, неизменяемым окончанием. С фатхой на конце. Ла это харфу нафин муакид. Частица отрицания для усиления смысла. Он и так понятным посредством союза вау. Ла это харфун мобниу аля сакуни частицы с неизменяемым окончанием сакуном на конце. Киззабан. Мы чуть поговорили об этом мастере раньше. Киззабан. Это ма'туфан аля лагван. Соединено с союзом вау со словом лагван. Вал ма'туфа аля л мансуби мансубан мислю. А имя соединенное и споставлено в состоянии аль насб именем, так же как и оно будет в состоянии аль насб. То есть оно перенимает его поддерж. То есть в действительности получается, что киззабан это тоже мафул для ясмауна, так же как и лагван. В конце мы говорим, что глагол для ясмауна вместе с его фаалем и всем, что с ним связано, это жумлятин фаалитин, глагольное предложение. В качестве хал, то есть качество обстоятельства, образа действия. От местомения, содержащегося в хабаре инна. В условии аль муттакина. То есть поистине для богобоязвенных будет рай, будучи в таком состоянии, что они не будут там слышать пустословия и лжи. Есть более легкий вариант грамматического разбора этого предложения. Это если мы скажем, что предложение для ясмауна это жумлятин стейна фиятун, новое предложение, возобновляемое предложение. Или иначе говоря тоже, жумлятин битеда иятун, начальное предложение. А такие предложения, как мы знаем, не имеют места в падеже, потому что они формально обособлены, или скажем, отрезаны от предыдущих предложений. В этом случае мы скажем, ля махалля лахаминал ираби не имеет места в падеже, так как на него ничего не воздействует. Аллаху алям.